Радио МВН Планировалась война И об этой войне говорили О как неизбежности практически Дело в том, что Планировалась даже не совсем война Скорее серия ударов Но об этом чуть дальше Коалиция сложилась Помимо США в нее вошли так или иначе Израиль, Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Других желающих особо не было Но и этих вполне достаточно Странно не слабенькие А можно даже сказать наоборот Все вроде бы шло неплохо И желающих защищать А уж тем более защищать с оружием в руках Иран В мире практически не было И планировалось, я думаю, вот такая, знаете, не оккупация Как в Иракском случае А просто нанесение Ирану очень серьезного ущерба То есть удары по ядерной его промышленности По ракетным возможностям И по базам, конечно же Корпуса стражей Исламской революции Самая такая, знаете, боеспособная Самая активная часть иранской военизированной элиты То есть задача была такая Дать Ирану по зубам Чтобы он остался без зубов Вот, условно говоря, так Конечно, в мире никто не хотел новой войны Но о кого, в принципе, Трамп спрашивает Он всегда полагается лишь на собственное чутье Поэтому все вроде шло неплохо И быстрое ослабление, резкое Причем ослабление Ирана Все главные геополитические проблемы Решило бы потенциальных участников этой коалиции Потому что и у Саудовской Аравии У Израиля, у Объединенных Арабских Эмиратов И у США очень много претензий к иранцам В общем, это была почти беспроигрышная такая опция Кстати, тут надо сказать Все пошло, конечно, не так у них, как было задумывалось Но интересное, мне кажется, сходство такое Перед захватом Крыма Путин защищал очень активную внутреннюю оппозицию в России Закрывал СМИ Высылал, лесбосажал оппозиционеров И примером то же самое В этом году делал Мухаммед бен Салман Это правящий, скажем так, человек, который управляет Саудовской Аравией Крон-принц Он не король, но крон-принц То есть второй человек в стране Поскольку отец у него уже очень перестарел И сильно больной То вот он управляет, как регент Фактически управляет Саудовской Аравией Так вот, сотни принцев он арестовал У многих отобрало имущество У почти всех Второго человека, вернее, скажем так Того принца, который должен был бы быть на самом деле крон-принцем Вообще его оставили под домашним арестом Чтобы он нигде не светился и не вылезал В общем, зачищал поляну как мог Мухаммед бен Салман У себя там в Саудовской Аравии Видимо, тоже готовился к какой-то такой, знаете, военной операции Более того, против непокорного, но очень богатого Катара Который тут же рядом находится у Саудовской Аравии Между ней, фактически, между Саудовской Аравией и Ираном Саудовская Аравия вела против этого Катара Санкции и блокаду вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами То есть вот эта страна, этот Эмират Катар Оказался в изоляции в регионе Персидского залива Просто, как говорится, чтобы под ногами не путался Как я понимаю, такая логика там была И одновременно с этим, кстати, произошло у Саудовской Аравии Интересное потепление отношений с Израилем Саудовская Аравия даже дала разрешение на пролеты Иностранных самолетов через свою территорию в Израиль Раньше такого не было То есть Саудовская Аравия формально не признает Израиль государством Но, на самом деле, отношения у них, в общем, неплохие Поэтому дали такие поблажки сделать для тех, кто собирается летать в Израиль Правда, из других стран, не из самой Саудовской Аравии Ну, понимаете, эта борьба с оппозицией, конечно, шла Но слегка перестарались, как говорится, саудиты Убили Джамаля Хашукджи, главного критика режима Сторонника либерализации Саудовской Аравии Вот этот Хашукджи, он, который жил в США Его дети были гражданами США Он сам работал в американской газете Washington Post Его убили Ну, а вообще он хотел сделать, ну, конечно, не Австрию, не Великобританию Саудовской Аравии, но хотя бы типа Турции Вот страну исламскую, ну, в общем, склонную к демократии Почти демократическую, я бы так сказал Все, абсолютно все в результате этого убийства пошло наперекосяк Турция, видимо, прослушивала или даже просматривала То, что происходило в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Где произошло это убийство И поэтому обладает, как следует, из многочисленных утечек Обладает записью, собственно, этого убийства И на этой записи, судя по всему, ясно, что Приказал убить журналиста сам непосредственно Крон Принц Тема этого убийства на долгое время в этом году стала основной в мире И вспомнили там тут же под эту тему, вспомнили о десятках тысяч детей Которые реально умирают от голода в 21 веке прямо сейчас в Йемене Где Саудовская Аравия начала такую интервенцию очень мощную против Йемена Там просто чудовищная ситуация, хуже которой нет нигде в мире Даже в Сирии ситуация намного лучше, чем сейчас в Йемене А в Йемене там голод, холера, болезнь холеры Не хватает воды, там вообще ни одной реки нет в Йемене Там пустыня, воды нет питьевой и лекарств вообще никаких Просто ужас Ну и на этом фоне иранские власти Которые сами, кстати, по большей части, в общем-то, садисты и убийцы Ничего хорошего там в Иране Особенно этот корпус стражи исламской революции Те еще фрукты, хорошего я о них не могу сказать, к сожалению Так вот, на этом фоне, когда фактически саудовские правители Растворяют своих оппонентов в кислоте На этом фоне иранцы стали выглядеть просто золотыми прекрасными детьми Конечно, война как бы немножко отложилась во времени, по крайней мере То есть мировое общественное мнение было настроено резко против Саудовской Аравии Одновременно, почти одновременно с этим Шейх Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов То есть еще один участник коалиции потенциальной Да, Мухаммед Рашин Аль-Мактум Похитил, по сути дела, и вероятнее всего Либо убил, либо посадил в тюрьму свою собственную дочь Принцессу Латифу, 33 лет Она мечтала все смыться из Дубая Потому что ей не нравилось быть дубайской принцессой Почему? Она ее фактически держали в золотой клетке Можно, наверное, понять девушку в этом смысле В общем, не нравилось, и она попыталась смыться Но корабль, на котором она убегала из своего замечательного Эмирата В Индийском океане был захвачен спецназом С эмиратским, судя по всему Ее привезли домой А вот дальше, и она пропала Просто исчезла Ее полгода никто не видит Эмиратские власти говорят, что все хорошо Она дома сидит На самом деле, конечно, я думаю, скорее всего Либана в тюрьме в лучшем случае А в худшем-то уже на том свете В общем, эта история тоже жуткая И ничем, по большому счету, не лучше, чем история с Хашукджи Тоже человек пропал Тоже к этому причастен главный человек в государстве В арабском, там, соседнем прям государстве Тоже сейчас эти эмиратцы вынуждены оправдываться К ним тут предъявляют претензии в западных странах Они пока не знают, что ответить Потому что, типа, раньше-то как считалось? Ну, да, убили человека Не ваше собачье дело Что хотим, то и делаем наши люди А сейчас, видите, выясняется, что не совсем так Так что все-таки люди обладают ценностью Даже если они, кавычки, открываются Ваши кавычки закрываются В Израиле, знаете ли, тоже интересные события происходят Прямо сейчас, в декабре Израильская полиция официально рекомендовала местной прокуратуре Предъявить обвинение премьер-министру Бениамину Натаньяху Которого называют Биби В народе, да И его жене Сари Обоих их подозревают В огромном количестве Коррупционных преступлений От банального получения взяток До злоупотребления служебным положением И что-то там еще Знаете, чем мне нравятся Израильские правоохранители? Вообще Израиль Это местные правоохранительные органы Вот полиция, прокуратура У них просто заглядение Всем бы таких Они пачками просто сажают Депутатов, министров Отправили в тюрьму Моша Кацава Бывшего президента Бывшего уже, к счастью, президента Израиля А также премьер-министра Ихуда Ольмир То есть никакой пост в Израиле Не гарантирует человеку иммунитета От уголовного преследования И от встречи старости В условиях местной тюрьмы Поэтому у меня, знаете ли, полная уверенность Что господин Биби Не отвертится, не отбрешется Израильская полиция и прокуратура Это, знаете, такие почти как Ветхозаветные кары господни Жестокие и неотвратимы Способа договориться с ними Или как-то отбрехаться от них Практически не существует Поэтому сейчас у всех Участников этой коалиции Антииранской Серьезные проблемы Очень серьезные Саудовский, значит, кронпринц Оказался убедиться Эмиратский Премьер-министр Судя по всему Ну, вероятно, да Я бы сказал, тоже Либо похититель своей собственной дочери Либо похититель и убийца Израильский премьер готовится Отвечать по целой куче Обвинений Во взяточничестве В общем, компания такая Как на подбор получается Всем им сейчас Я предполагаю Не до Ирана Важнее намного Сохраниться в мировой политике В большой политике Вообще, в принципе Как субъектом Этой политики Но есть еще и четвертый Самый главный участник Дональд Джей Трамп У него сейчас проблемы Кстати Больше всех И тут начинается Самое интересное Неприятности американского президента В значительной степени Связано с Ближним Востоком Но можно хотя бы с того начать Что он Должен сейчас Просто срочно Прикладывая все возможные Невозможные усилия Вручать Спасать своего друга Мухаммеда бен Салмана Точнее, правда, сказать Саудовский принц Является другом Трамповского зятя Джареда Кушнера Ну, то есть Друг такой семьи Получается, да Кушнер Как и Трамп Занимался в Нью-Йорке В свое время Бизнесом Связанным с недвижимостью То есть Купи-продай квартирку Там построи что-нибудь Тут, значит, с кем-нибудь Договорись Туда-сюда Бизнес такой То, что называется Английским словом Murky То есть, я бы сказал Полу Из тени такой Выходящий Заходящий в тень Теневой бизнес В Нью-Йорке Там вообще Очень сильна мафия В том числе, кстати И русская мафия Разные Там есть интересы Политических группировок Очень много Бизнес-группировок В общем Со всеми Ними договорись Кому надо заплатить Тяжело Тяжело работать Поэтому Бизнес на недвижимость В Нью-Йорке Не самый простой На свете Но Если вы являетесь Девелопером То есть Человеком Занимающимся Недвижимостью В Нью-Йорке И вы претендуете На звание Серьезного человека То у вас Обязан просто Быть свой Собственный Небоскреб На острове Манхэттен То есть Это вот как Знаете Сим Визитная карточка Я серьезный человек Я не Шпана Какая-нибудь там В общем Решил Джаред Кушнер В свое время Купить Тоже себе Небоскреб И даже Нашел Небоскреб Для приобретения На 5-й авеню Ну знаете Адрес там Конечно Такой интересный Характерный 5-й авеню Дом номер 666 Вбухал он В этот небоскреб Миллиард Одолженных денег Но небоскреб Все никак Не желает Отбиваться То есть По деньгам Отбиваться Видимо Ну как я предполагаю Что может быть Просто несчастливый Несчастливый адрес Хотя адрес Они кстати Планировали Там поменять На 620 С 666 Ну не знаю Поменяли ли Так вот И Кушнеру Постоянно Нужны деньги Чтобы расплачиваться По кредитам За этот небоскреб Черт бы его побрал В принципе С таким адресом Черт бы его побрал Даже звучит Почти как Реальность А не как Просто знаете Фигура речи Так вот Жрет этот небоскреб Деньги Просто так Что в него Лопаты надо Забрасывать Эти деньги И сгорают они Все И в результате На спасение Кушнера И во всей этой Бизнес-империи Потребовались Деньги Не только местные Не только заемные Но и российские Все ему значит Несли там По чуть-чуть Копеечку Туда на спасение Этого небоскреба Ну копейка там Копейка сям Речь шла в результате О миллиарде с лишним Трамп Дональд Который Который Родственник Собственно Вот этого Нашего замечательного Тесть По моему это называется Джареда Кушнера Много раз признавался Отчаянной На публику На камеру Признавался В отчаянной любви К саудитам Кстати его первый Зарубежный визит был В звании президента Именно в Саудовскую Аравию И вот он туда поехал И хвалил За что он хвалил Собственно Саудитов всю Не за то Что у саудитов Какие-то супер ценности Разделяемые Всеми американцами Или за то Что они очень склонны К демократии Или уважают свободу слова Или что-нибудь такое Конечно же нет Он любил саудитов По одной простой причине Потому что они покупали Его квартиры Причем Суть по всему По завышенным ценам Во всяких зданиях Которые Трамп Собственно Предлагал К продаже В том числе В Нью-Йорке В результате Саудитов любят По сути дела Не бесплатно А за деньги И вот эти Саудиты Сейчас В США Почти никто не сомневается Приложили В том числе Руку К спасению Мухаммед бен Салман То есть нынешний Кром принц Саудовской Аравии Прижал руку К спасению Вот этого небоскреба По 5-й авеню 666 Небоскреба Джареда Кушнера Чтобы тот этот Кушнер Кстати Ну который Как вы понимаете Он является просто мужем Дочери Трампа Просто не провалился В банкротство Конечно Это все Коррупция Непотизм Чистой воды Я уверен Что в очень недалеком будущем И Трампа И Кушнера За это дело Осудят И поставят в тюрьму Но сейчас У этой парочки Есть очень серьезная задача Надо им Обоим Любыми способами Отмазывать Мухаммеда бен Салмана От Публикации Записи На которые Он приказывает Убить этого Саудовского журналиста Потому что Если эта запись Будет опубликована Никто в мире Серьезных Серьезных людей Не будет иметь Дело с этим человеком То есть С ним просто Невозможно будет Здороваться за руку Потому что Ну как вы будете Здороваться за руку С человеком Который вы точно Знаете Что отдавал приказ Весь мир об этом Знает Не только вы Отдавал приказ Убить человека Да Своего политического Оппонента Ну нельзя Так не делается Поэтому Нужно Сделать сейчас Трампу И Кушнеру Все возможное Чтобы это Аудио Или может даже Видеозапись Бог ее знает Не появилось В каком-либо эфире Где-нибудь Не была представлена Публике Когда я говорю Что любыми способами Это надо делать Я не преувеличиваю Смотрите Вот что Недавно Совсем произошло Британцы В Великобритании Предложила в ООН Совету безопасности ООН Принять резолюцию О помощи жертвам Войны в Йемене Вот той самой Самой ужасной Абсолютно адской войны Которая Сейчас Уносит Огромное количество Жизни Причем По большей части Даже не в результате Именно боевых действий А в результате Блокады Голода Холеры Разрухи И Невозможности Достать нормальную Питьевой воды В общем-то Ничего ужасного В этой резолюции Не было Что предлагали Британцы Осудить Военные преступления Которые происходят В результате Этой войны И Направить в Йемен Гуманитарную помощь Благотворительность По сути Делать Помочь там Местным людям Просто выжить США Объявили Что британцы Обязаны Немедленно Забрать Свою эту резолюцию Потому что Она им не нравится То есть Все были за Абсолютно Кроме американцев И американцы Причем не объясняли А в чем дело В чем проблема То есть Они говорили Что Типа Вот мы можем Какую-то другую Резолюцию Предложить И Когда британцы Сказали Да нет Мы хотим нашу США сказали Что вы знаете Что Если вы будете Настаивать на Своей резолюции То мы Применим Право Вета К вашей резолюции К британской Понимаете Что тут Странно Что Против своих Союзников Применяют Я такого Не припомню Знаете Вообще Не было Такого По-моему Уникального В истории Случа Когда Американцы Угрожают Британцам Правом Вета В Совете Безопасности ООН Лондон Кстати Настолько Опешил Что там Даже Не могли Понять Как на Это Реагировать Потому что Такого Никогда Не было То есть Обидеться На Американцев Или Сказать Да идите Вы в задницу Или что Как быть Потому что Ситуация Такая Когда Лучший Возьмешь И осудишь Массовое Убийство Да То я тебе Ногой В пах Дам И ты Смотришь На твоего друга Думаешь Это он Серьезно Такое Говорит Или Несерьезно И вообще И вообще Является ли Такой человек После такого Лучшим Другом Вообще Это американцы Просто Неофициально Поясняют Что они Эту резолюцию Считают Наездом Как раз На Мухаммада Бен Салмана Потому что Именно этот Человек По его приказу В Йемене Совершаются Массовые Военные Преступления И собственно Именно он Ввел блокаду Из-за которой В Йемен Не поступает Гуманитарная помощь Из других стран То есть Ни лекарства Ни еда Ни какие-то Приборы Для очищения воды То есть Призыв Прекратить Военные Преступления Дональд Трамп Воспринимает Как атаку На себя На свою Внешнюю политику И на Своего Друга Мухаммада Бен Салмана То есть Ситуация Просто Какая-то Доходит До абсурда То есть Они готовы Уже С Великобританией Поругаться Поддержать Любые Виды Массовых Убийств Лишь бы Только Поддержать Вот этого Мухаммада Бен Салмана Это конечно За пределами Добра И зла Американская Вообще Операция По спасению Мухаммада Бен Салмана Зашла Слишком далеко И во внутренней Политике Американской Весь Ноябрь Госдепартамент Это кто он Майк Помпео Минобороны Советник По национальной Безопасности Все уверяли Союзников Джеймс Мэттис Да Минобороны Союзников И оппонентов США Кстати Тоже Оппонентов Уверяли В то Что США Ни за что Не покинуть Сирию Раньше Ирана Раньше Иранских Войск Что американцы Трижды Убедятся В полном Уничтожении Исламского Государства И в том Что ничто Не угрожает Главным Союзникам США В Сирии То есть Курдам Последнее Было особенно Важно Поскольку Курдов Этих Постоянно Кто-то Норовит Уничтожить Если не россияне И сирийцы То иранцы Или иракцы А если Не эти Не другие Не трети То какие-нибудь Турки Вернее Турки Больше всех Особенно Сильно Мечтают Полностью Извести Этих Курдов Чтобы их Не было По крайней мере В Сирии 14 декабря Должен был Состояться Телефон Разговор Между Дональдом Трампом И его Турецким Коллегой Реджепом Тейпом Эрдоганом Как раз На эту Тему Команда Внешнеполитическая Команда Трампа Подготовила Своего президента К этому Разговору Сказали Что он Должен Какую точку Зрения Он должен Отстаивать И ему Сказали Так Давай договоримся Ты Эрдогану Скажешь Следующее Курдов Он То есть Эрдоган Трогать Не должен И Что Никто Из серии Американские Войска Сирии Не уйдут А Исламское Государство Будет Пока Не будет Ликвидировано Туда Значит Никаких Турок Не пустят Прошло 10 минут Всего лишь Этого Телефона В разговор И Трамп Сделал Все Ровно Наоборот Он Поверил Эрдоган Кстати Поверил Вот как Можно Поверить Вообще Политику Особенно Главе Государства Я не понимаю Так вот Он поверил Эрдогану Который Сказал Что Не будет Трогать Курдов Ха-ха-ха Эрдоган Турция Не будет Трогать Курдов Очень смешно О том Что Эрдоган Также Пообещал Что Он Позаботится Об Исламском Государстве В смысле Позаботится Естественно Прикончит Его И не пустит Иран В Сирию Как Каким образом Тоже Непонятно То есть Эрдоган Вот это Все Пообещал А Трамп Сказал Ладно Хорошо Мы Выводим Тогда Свои Войска Из Сирии Эрдоган 2200 Американских Военнослужащих Эрдоган Настолько Офигел От того Что Так Просто Он Получил То О чем Мечтать Не мог Что Даже Попросил Трампа Не выводить Войска Из Сирии Сразу Поскольку Его Собственная Армия Пока Еще Не готова Начать Вторжение В Северную Сирию Где-то Там Окопались Эти курды Несчастные В общем Узнав Об этих Новостях Исламское Государство Тут же Перешло В наступление Почему Потому что Курды Побежали На север Сирии Спасать Свои Дома Своих Родственников От Вполне Вероятного Вторжения Со стороны Турции Естественно Исламское Государство Восприняло Это Как Просто Помощь Со стороны Непосредственно Аллаха И очень сильно Обрадовался Происходящим Событием Дальше Особенно Сильно Этому Конечно Обрадовались Собственно Иранцы И россияне Для иранцев Это особенно Важно Поскольку Таким Образом Убрав Из центральной Сирии Центрально-восточной Сирии Американцев Они получают Прямое Сообщение Между Ливаном И Сирией Сирией Ираком Ираком Ираном И из Ирана Там уже Можно и в Бахрейн Можно и в Пакистан То есть Между Индийским Океаном И Средиземноморьем По сути дела Получается Вот тот самый Славно Известный Шиитский Полумесяц То есть Территория Непрерывная Наземная Полностью Контролируемая Шиитами Эта территория Рассекает На две части Суннитский мир Потому что К северу От него Остаются Турция И Государство Средней Азии Бывшей советской К югу От него Остаются Арабский мир То есть Сунниты разделены Надвое Посередине Между этими Суннитами Шиитский Вот этот Полумесяц Который Связывает Между собой Европу И Северную Африку То есть Средиземноморье Плюс Индийский Океан И Южную Африку Точнее сказать Юго-Восточную Африку То есть Индийский Океан То есть Ну вообще Супер-пупер Мега достижение Для Ирана И вообще Шиитов Они о таком Вообще Мечтать не могли Что и Американцы Им такой Новогодний Подарок Выкатят То есть Это что-то Невероятное Так вот Мало кто верит В то что Трамп Пошел Это на Из природной Глупости Я думаю Там было Что-то еще А именно Со стороны Турции Прозвучало Обещание Строго Обещание Не публиковать Запись Убийства Вот этого Хашукджа Журналиста Это позволит Мухаммеду Бен Салману Не публикация То есть Молчание Турции позволит Остаться во главе Государства Не боятся Что его Поменяют На какого-нибудь Другого Принца Потому что Ну как бы Неформально Все знают Что он убийца Но формального Повода То есть Доказательств Формальных Рвать отношения С ним Нет И не будет Благодаря Вот этой сделке Предположительно Заключенной Дональдом Трампом Который В общем-то Пожертвовал Интересами Своей страны Ради интересов И своих союзников Что немаловажно Ради интересов Мухаммеда Бен Салмана Ради спасения Его шкуры Его репутации В общем Офигенная сделка Как ни посмотри на это Что еще Произойдет Удаление Американских войск Там наверняка Приведет К началу Новой войны В Сирии Потому что Все вот И курды И турки И иранцы С россиянами Начнут Конечно И исламское государство Начнут сражение За освобожденную Американцами территорию Время Или от Американцев территории В общем Война начнется Там по новой Генерал Мэттис Четырехзвездный Генерал Джеймс Мэттис Глава Министерства Обороны США Несколько раз Пытался Отговорить Трампа От вывода Войск Но Тот ни в какую Принял решение И все Он доверяет Только своим инстинктам Инстинкты Ему говорят Что надо выводить Значит надо выводить Если вы помните Рекс Тиллерсон Был такой Глава Госдепартамента Раньше Вот он тут Тоже недавно Выступил И сказал Что Трамп Не читает Донесения Разведки Не читает Донесения Госдепартамента И Минобороны Он интересуется Только тем Что он видит В телевизоре И полагается Лишь на собственное Чутье Как это Звучит Как бы это Странно Не звучало бы То есть Представляете Президент Не читает Донесения Разведки Это конечно Офигеть Тиллерсон Сказал Что Трамп Вообще Не очень любит Читать Там У него В команде У Трампа Было 4 Взрослых Как их называли Человека То есть Один это Тиллерсон Еще Два Это бывший Советник По национальной безопасности Герберт Макмастер И Глава его администрации Трамповской Джон Келли Джон Келли Недавно ушел Сказал Что это была Худшая работа В его жизни Покинул администрацию Ну вот с Нового года Он прекращает работать Макмастер уже давно Сбежал оттуда Тиллерсона Который называл Трампа Конченным дебилом Выгнал Трамп Летом по-моему Да Или осенью То есть Тоже недавно Сравнительно И вот сейчас Глядя на все происходящее На такой кидок Союзников На полное Уничтожение Американской внешней политики В Сирии На Ближнем Востоке Подался оттуда Из администрации Трампа И Джеймс Мэттис Он хотел уволиться В конце февраля Чтобы завершить работу По передачу Пентагона Какому-то новому человеку Сказал Что Там поработает Еще некоторое время Но Трамп сказал Ах ты сволочь такая Я тебя уволю досрочно С Нового года Ты уже не будешь Министром обороны Конечно Мэттис при этом Написал письмо Тут еще какой интересный момент Мэттис написал письмо В котором сказал Что нельзя заигрывать С врагами Америки Там он В числе врагов Он назвал Китай и Российскую Федерацию И Самое главное Мэттис сказал Нельзя кидать своих союзников Предавать друзей Плохо Но Это письмо Тоже не сработало Трамп сказал Сдавай дела Немедленно И вали вон с работы Поэтому Ад и хаос Начнется В США С Нового года Кстати Интересная такая деталь У самого Мэттиса Когда он был еще военным Когда не был чиновником Да У него был Позывной именно Хаос В Ираке Вот где он служил Отзывы На отставку Мэттиса Были просто огонь Один из Конгрессменов Демократов Знаете что написал В своем твиттере Ну он написал С Несколько пробелов Т Но На наш По нашему Это было бы как Знаете как П Три точки Ц Вот такой вот был Отзыв На отставку Писали другие Кстати республиканцы Вот тут дальше Республиканцы Должен процитировать Писали Пора паниковать Никогда не было страшнее За будущее страны Чем сейчас Мы летим к катастрофе И так далее И так далее Очень страшные отзывы Были со стороны Даже республиканцев Это очень важно Что со стороны Не демократов А республиканцев Бывший министр обороны Леон Панетта Сказал Хаос нарастает Трамп тешит Свое самолюбие Так как все говорят Только о нем сейчас Но страна летит в ад Стив Брэннон Бывший директор ЦРУ Написал Обращаясь К республиканцам В конгрессе В Сенате Ну и долго Вы будете терпеть этот фарс Если вы хотите Дождаться катастрофы Имеется в виду Чтобы начать действовать То вы ее дождетесь Все сейчас волнуются Потому что Не осталось В администрации Трампа Ни одного человека Которого можно было бы Назвать взрослым Разумным Спокойным И адекватным Найти даже замену Джеймсу Мэттису Во главе Министерства обороны Будет невероятно трудно Лишь два сенатора Из всего Вашингтона Поддержали решение Трампа Об увольнении Мэттиса И вообще О выводе войск из Сирии Поэтому При этом Ни один генерал Ни один военнослужащий Публично не поддержал Решение Трампа О выводе войск из Сирии То есть Найти человека Который будет воплощать Его идею О выводе войск То есть его приказ Очень и очень тяжело Да Какой же дурак согласится Вернее есть один дурак Имеется такой Джон Коттон Сенатор из Арканзаса Я полез почитать Что пишет Пресса Об этом Господине Коттоне Залезаю на газету Арканзас Таймс И там статья Джон Коттон Худший человек На планете Земля Дальше Заголовкой даже читать Не стал Там понятно О чем статья В общем Никто не хочет Из американцев Участвовать В уничтожении Своей страны В предательстве И поэтому Даже если человек Карьерист отчаянный Он на такое не пойдет Потому что Занять должность Министра обороны США Сейчас Это очень сильно Повредит своей карьере Нет даже той крысы Которая Прежде чем сбежать С корабля За него залезла бы Ситуация просто Отчаянная Для руководства США Мне кажется Сейчас начнется Там такой адок Которого мы Еще долго Не забудем С вами Но это только начало В области Внешней политике Все просто ужасно Да вот как я описал Во внутренней Все гораздо Гораздо хуже Тут нужно Небольшое лирическое Отступление Трамп стал президентом Благодаря работе Очень интересной Такой коалиции Внутри США Первое Богатые доноры То есть Огромные корпорации И очень богатые люди Предприниматели Которым он обещал Снижение налогов И рост биржевых показателей Это вот первая группа Вторая группа Консервативные политологи И обозреватели Разного рода А также СМИ Мечтавшие о реванше После Обамы О восстановлении Своего влияния После Обамы А также Третья категория Граждане Это такой Знаете White trash То что называется Либо бедные И малообразованные Люди в провинции Либо чуть-чуть Более богатые Вернее Можно даже сказать Хорошо обеспеченный Средний класс Который не желает Видеть никаких Вот знаете Изменений Не желает Видеть Ни черных Ни мексиканцев Никого во власти Хочет Чтобы все было Как было раньше Скажем В годах 50-х Отсюда кстати Лозунг Let's make America great again То есть Давайте сделаем Америку снова Великой Это такие Знаете Не очень Политкорректные Обычные Республиканцы Они склонны К национализму Даже можно сказать К расизму иногда К неполиткорректности Не желают Они платить Высокие налоги Не желают Платить за бедных И так далее В общем Эти люди Все мечтали О повышении Собственного благосостояния Вот Такая Коалиция Привела Трампа К власти По сути дела И ключевым Обещанием Всей этой Правой Коалиции Было Строительство Стены На границе С Мексикой Это такой Знаете Материальный Объект Наглядная Явная Линия Защиты От всего Того Что Не любят Представители Этой Коалиции Это Чужие Люди С темной Кожей Которые Другие Они По другому На другом Языке Говорят По другому Вновь верят Лезут Через границу С огромным Количеством Детей Все это У представителей Сторонников Трампа Вызывает Ненависть Даже Брезгливость Можно иногда Сказать В общем Стена Защита От этого Потока Это Главное Ключевое Обещание Дональда Трампа Причем Эта стена Должна Была Быть Построенной За Мексиканские Деньги Дело Вот В чем Трамп Сам Обещал На каждом Своем Митинге Говорил Я построю Эту стену И причем Я заставлю Мексику Чтобы она Платила За нее Вот Подходит У нас 2019 Год Вот Через Несколько Дней Трамп Требует В бюджете Денег На строительство 5 Миллиардов Долларов На строительство Собственно Этой Стены А демократы Ему Говорят В Конгрессе Дорогой Ты забыл Ты же Мексику Заставишь Платить Вот Мексиканцев И проси Пускай Они тебе Денег Дадут Трамп В ярости Просто Говорит Что не Подпишут Бюджет На следующий Год Если Ему Там Не пропишут Отдельной Строкой Финансирования Стены Кстати 5 миллиардов Долларов Для американского Бюджета Это Тьфу и семечки Там Бюджет За триллион Это Вообще Копейки Для него А демократы Говорят Ну хорошо Если ты Не будешь Подписывать Бюджет Сам Виноват Без проблем Мы готовы Без бюджета Трамп Говорит Что он С гордостью Подпишет Бюджет В котором Нет денег На строительство Стены Потому что С его точки зрения Стена Это самое ключевое Самое важное И вообще За стену Он там Всех порвет И не подписывает Бюджет Это означает Что 800 тысяч Американских Госслужащих Остаются без зарплаты Причем Кто-то Будет сейчас Работать Ну там Люди Которых Должности Необходимы Для Обеспечения Безопасности Страны Скажем Вот они будут Работать без зарплаты Зарплату им дадут Когда все-таки Бюджет будет подписан А кто-то Просто остался В вынужденных Отпусках Которые И так даже Не будут оплачены То есть Например Люди Которые работали Условно говоря Егерями В Национальных парках Да Их просто сказали Так можете Гуляй Вася Иди куда хочешь Твоя работа Сейчас не нужна Денег на нее нет Поэтому человек Ну например Там планировал Рождество Новый год Что-то отметить Может куда-то съездить Никуда не отметит Не съездит Вместо этого В долги залезет Потому что денег У нее не будет Вот такие дела Трамп В общем Такой подгон Сделал 800 тысяч Своих Сограждан Неприятная Ситуация Нехорошая Все это Всем она не нравится Никто этого не любит Поэтому Смотрите Демократы И республиканцы В Сенате Говорят Слушайте Давайте решим Эту проблему Как-то Потому что Нехорошо Получается По отношению К людям Давайте Примем Такой Отдельный Закон О финансирование Наших Госслужащих Чтобы Да Бюджет Целиком Мы не будем Принимать Но Чтобы Госслужащие Хотя бы Рождество Отметили нормально И вот Пускай Они там До весны Хотя бы Примем закон О зарплатах Для Госслужащих И принимают Этот закон Единогласно Все Довольны Счастливы Ура Компромисс Какая радость Относит Этот закон На проект Трамп Он говорит Да-да Подпишу Никаких проблем Проходит Ночь И с утра Он отказывается Подписывать Этот закон Всем уже интересно Что же случилось А вот Что случилось Правые Комментаторы Вот эти Политологи И СМИ Вторые участники Помните О коалиции Я говорил Вот это Второе звено Этой коалиции Сказали Что Ни за что Трамп То есть Во-первых Это три главных человека Там Энн Колтер Раш Лимба И Лора Инграм Ну а также Fox News Естественно Телеканал Так вот Все они сказали Что Трамп Просто не мужик Если согласиться На подписание Какого-либо закона О финансировании Там Правительства Или чего угодно Без того Чтобы в этом законе Была прописана Стена И ее финансирование Они подвергают Трамп Просто уничтожительной Критике Уничтожительной Ему очень обидно Они ставят под сомнение То что у него Вообще есть Кохонес То что называется По-испански Да В мексиканском Варианте Испанского языка И за ночь Трамп меняет мнение С утра Он не подписывает Вся страна закона О финансировании Госслужащих Вся страна в шоке Что теперь делать Трамп сидит Сидя в белом доме Ждет покаянную Делегацию От демократов Он считает Что он тут крутой Но делегация Это ни в коем случае Не придет Демократы Предлагали ему Компромисс Он отказался Они Они уже готовы Были принять закон Он тоже отказался И потом он еще И сам лично Публично Взял на себя ответственность За вот этот вот За закрытие правительства Поэтому демократы Могут спокойненько стоять И ждать пока он К ним придет Но он-то этого не понимает Трамп Самое главное Демократы Почему не придут К нему на поклон Это потому что Лишив его стены Они Метафорически Отрежут ему Его мужское достоинство Они лишат его Главного его достижения Пока еще не состоявшегося Главного Его обещания То есть его главное обещание Еще раз скажу Эта стена Это центральная Точка президентства Всего Трампа Да Поэтому Если стены не будет Трампа сожрут Его собственные Вот эти СМИ Его собственные Эн Колтер Лора Ингрэм И Раш Лимба И собственно Его Фокс Ньюз С говном смешает Поэтому Ни в коем случае Демократы не согласятся На финансирование стены Они понимают Что если стены не будет У Трампа нет шансов Победить на следующих выборах Вот так вот Трамп Порождение Медиа Трамп Был рожден Из медиа Он вообще Получил известность Как медиа Человек в первую очередь Как ведущий Телепередачи Они вовсе не как бизнесмен Поэтому без медиа Без публичности Без лестных отзывов В консервативных СМИ Он не сможет Переизбраться Для него Эта стена Критически важна То есть Для того чтобы Получить Хорошее освещение Со стороны СМИ Ему нужна стена Для того чтобы Была стена Ему нужны 5 миллиардов Поэтому Эта стена Это просто Вернее Публичность Связанная с этой стеной Это просто его суперсила Да Он не может лишиться Своей суперсилы Для него ситуация Сейчас дико опасная Если не будет стены Не будет поддержки СМИ Не будет президентства Все Он труп Ну политический по крайней мере Демократы Поэтому не придут На поклон И он сам загнал себя в ловушку Признать поражение Он не может Он не может сказать Ладно мне не нужна стена Ну и остаться президентом С неработающим правительством Он тоже не может Потому что это Конец всей стране Ну страна не может Особенно такая страна Как Америка Не может жить без правительства Это бред Потому что ну хорошо Недельки две Они продержатся как-то Три максимум Да Но месяцами Годами этого быть не может Нужно правительство А правительство не будет Потому что он Не подпишет закон В общем дурдом Какой-то начинается И тут смотрите Какая еще интересная ситуация Это еще не все Трамп полностью зависит От поддержки Республиканцев В Конгрессе И в Сенате То есть в Палате Представителей И в Сенате Как только эта Поддержка Исчезнет Да Как только люди Республиканцы В первую очередь Скажут что Мы против Трампа То тут же начнется Процесс импичмента Потому что Демократы На этот импичмент Уже давным-давно Настроены Сам Трамп Надо отдать ему должное Он зависит от СМИ От медиа Но не от доноров Не от богатых доноров Однако Вот эти вот люди Которые поддерживают Его в Конгрессе И в Сенате То есть депутаты Очень даже Зависит от доноров Только благодаря этим донорам Они и стали Кто сенатором А кто конгрессменом Поэтому они не могут Отмахнуться от того Что им говорят доноры А доноры Сейчас очень злые И очень недовольные Происходящим Дело в том Что когда Трамп Избирался Он обещал много денег И надо отдать должное В прошлом году Он действительно Круто понизил налоги Для крупных корпораций Самых богатых американцев Действительно Они выиграли В совокупности Там какие-то триллионы В этом смысле Он для них молодец Все хорошо сделал Но дальше Он уже не нужен Понимаете Он сделал самую большую глупость Вот это понижение налогов Он уже сделал Дальше никому не нужен Более того От него начинаются Сплошные проблемы Потому что Трамп начал Торговые войны Со всем миром У него полный бардак Во внешней политике Как я говорил Во второй части передачи И закрытие правительства Оставить Ну вообще То что он оставляет Страну без бюджета Это вообще бред Это для бизнеса Это просто катастрофа Для экономики Страны катастрофа Всего с 3 декабря Вот я посмотрел Индекс Доу Джонса Упал с 26 тысяч пунктов До 21 То есть по сути дела На Сколько На одну пятую снизился Да Это ого-го Это вообще-то За меньше чем за месяц Это огромное Гигантское снижение Это экономический кризис Бизнес Вот эти доноры Трампу как бы дают понять Мужик Ты что-то загнался Мы на такое не договаривались Мы договаривались Что налоги понизишь А не экономику всю понизишь Мы не договаривались Что угробишь всю Американскую экономику А Трамп уверенными шагами Идет именно в этом направлении В общем Бизнес нифига не доволен Происходящим Более того Трампа как будто Этого было мало Он тут на днях Говорит Что падает Индекс Доу Джонса Из-за того Что Джером Пауэлл Глава Федеральной Резервной системы То есть Центробанк Американского Повысил учетную ставку Во-первых Это бред Не поэтому падает Доу Джонс А во-вторых Он говорит Хотелось бы уволить Этого Пауэлла Но вы знаете Увольнение Главой государства Или правительства Руководители Центробанка Это самый страшный Экономический грех Это как Предательство Учителя Как вы знаете Иудин грех Такой В мире экономики Это то Что нельзя С большой буквы Н Ни в коем случае Это просто запрещено Красными Светящимися буквами Везде написано А Трамп хочет Это сделать Естественно После такого Объявления Индексы ключевые Еще ниже упали Ну Трамп понял Что что-то он тут Погорячился И вроде бы Отстал от этого Пауэлла Но наехал на Стивена Мнучина Министра финансов Министра финансов Он уволить может Но для бан Для вообще Финансовой сферы Говорит Боже Он теперь еще и Министра финансов Увольнять собрался Опять же Проблема в том Что не в том Что Мнучин Хороший министр финансов Мнучин на самом деле Жулик Но проблема в том Что кого вместо него Никто не пойдет На этот корабль То есть Страна останется Вообще без министра финансов Там начнется просто Ад какой-то Представляете В разгар экономического кризиса Страна без бюджета Без министра финансов Да еще есть Главой Центробанка Которого президент Хочет уволить Вопреки закону Начинается Бизнес Начинает хвататься За голову И за все остальные места И говорит Боже Что вообще происходит Мы не понимаем Ну собственно Поэтому в совокупности И упал Доу Джонс Аж на Там одну пятую Дальше С Мнучином Еще смешная история Трамп ему Приказал Собрать руководителей Всех главных банков Страны И успокоить их Мнучин Говорит Может не надо Трамп Надо Собирают руководители Главных банков И индекс Доу Джонса Вообще там Просто в панике Еще на тысячу Пунктов падает Почему? Потому что Подобные встречи Раньше Всегда происходили В тот момент Когда Начинался Ну не дефолт А вот то что называется Мелдаун Финансово Экономический кризис Например В прошлый раз Это было в 2008 году Когда Обанкротился Банк Лемон Бразерс Вот тогда было Начало Глобального Экономического кризиса Вот именно С этого события И тогда Президент Тогдашний Собрал Вот этих Всех руководителей Крупнейших банков Для того чтобы Обсудить стратегию Выживания Американской экономики Сейчас произошло То же самое событие И все же такие На рынке подумали Ого Все Экономики Кранты Раз Трамп Собирает Вот это Всех банкиров Значит точно Какая-то шляпа К нам прилетела Все Загибается Экономика Пора паниковать На самом деле Трамп просто сделал Это Из природной глупости Он видимо Даже не знал Что это такое Или Я не знаю Он знает Что творит Или не знает Это большая Для меня Тайна В общем Трамп делает Все чтобы утопить Американскую экономику Это просто поразительно Потому что Экономика В начале его президентства Была единственная Чем он мог похвастаться Сейчас И этим Хвастаться не может В результате Доноры Конечно в ярости Они не предполагали То есть они как бы Хотели понижение налогов Но не ликвидация Экономики Вообще полностью В результате Что происходит У нас сейчас Трамп опирался На население Которое обрабатывали То есть на широкие слои Скажем так Республиканского населения Которое обрабатывали Республиканские же СМИ СМИ эти Не простят ему Отсутствие стены Доноры Не простят ему Падение экономики Они вообще Хотят убрать Трампа И поставить нормального Какого-то республиканца Типа Майка Пенса Который кстати Уже ездит по Америке Создает инфраструктуру Для собственного избрания Президентом в будущем И для управления страной Трамп остался один Доноры его не поддерживают СМИ его не поддерживают Народ от него отворачивается Он даже написал На Рождество твит Замечательный Я совсем один В белом доме Бедный я Действительно бедный Потому что он должен был быть Во Флориде На курорте Но из-за своей Дурацкой политики Ему пришлось остаться В Вашингтоне Где он сидел один Даже без жены Некоторое время Жена правда приехала потом В общем Сигналом То есть стартом Компании по удалению Трампа из Белого дома Должно быть Публикация доклада Роберта Мюллера Там тоже очень много Всяких Событий происходит С этим докладом Мюллеровским Видимо Трампа уже Там столько Всего Что Трампа Посадят на очень Очень долго Но Пока Мюллер молчит И судя по всему И публикация Его доклада Произойдет где-то В начале весны Или в середине весны И вот тогда уже Дональд Трамп Обвиненный во всех Преступлениях Перед началом Импичмента Который практически Неизбежным становится В этой ситуации Я думаю Подожжет Белый дом И на самолете Авиакомпании Аэрофлот Улетит в город Ростов-на-Дону С чем я нас всех Очень от души Поздравляю И желаю Чтобы это И произошло В новом году Да пребудет с вами Сила Пока-пока Радио НВ Редактор субтитров А.Семкин